1385 год, Крестская уния. Как я уже говорил, в 1984 году был проект объединения Литвы и Москвы под лидерством Москвы, то есть Дмитрия Донского. В принципе, вот тот проект, за который потом воевала Российская империя, прям до упора, и добилась его осуществления все-таки, да? То есть объединение Украины, Белоруссии и Москвы в одно государство. Вот он был уже в 1984 году, и даже Литва подписала, но в 1985 году все переиграли. Поляки предложили, значит, что Егайло этот самый, который то с татарами, то с немцами, то с Москвой и с кем угодно сотрудничал, лишь бы власть получить. Вот поляки ему предложили следующее, что он выходит, значит, за него 13-летняя польская королева Едвига, после чего Егайло становится польским королем. Практически оба государства объединяются, Польша и Литва. У них один король, но при этом они сохраняют, собственно, там законодательство и так далее. То есть примерно вот тот путь, по которому потом будет и Речь Посполитая, примерно так же будет устроена. Поскольку это все предполагало, что Егайло примет католичество, поднажали еще и тефтонские рыцари, которые тоже это все потребовали. И по договору с тефтонским орденом он передал им жмудь, то есть, собственно, Балтийскую часть Литвы самой, и тоже обещал, что он примет католичество в течение четырех лет. Дело в том, что предыдущее правительство ориентировалось на православие. Альгерд был по всей информации православной, по крайней мере информации. Это было неудивительно, потому что большинство населения были православные, украинцы и белорусы, вот этой самой, так называемой, Литвы. Только правящая династия была литовская, и то, скорее всего, в сильной смеси со славянами к тому времени. И, в общем-то, вот этот брак с польской королевой эту смесь еще более там все усилил. Потом они продолжали все время смешиваться с поляками, и литовского там у них уже было совсем мало в итоге. Ну вот, первоначально наиболее такой вариант, на самом деле, такой реальный было православие. И Альгерд ему следовал. Почему сменили на католичество? Ну вот, Игайло счел, что католики сильнее. Возможно, его такой личный выбор был. И католически это были и Польша, и Тевтонский орден. Совсем уже под немцев он побоялся ложиться, так как они были враги длительные. А поляки, наоборот, сотрудничали против немцев. Поляки казались безопасными, тем более тоже славяне, и большинство населения Литвы славяне. Это было более перспективно, ну и история показала, что да, это более перспективно. Февраль 1386 года окончательно была свадьба Игайла и Едвиги, и Егайла, князь литовский, был коронован как польский монарх и принял католичество. С этого именно события начинается Речь Посполитая, так называемая. Речь Посполитая это просто республика. Официально это всегда называлось, вот именно, объединением Литвы и Польши. Имелось в виду, что король один, но государства это разные. Вот примерно так это было в Кревской унии зафиксировано. В 1385 год возникла Речь Посполитая. Вот у нас польские плакаты о том, что это вечное объединение. Хотя оно было уничтожено, конечно, в конце 18 века, но за него воевали еще даже. И вот в 1918 год фактически Пелсуцкий продолжает воевать за восстановление этого государства. Ну, помимо перехода Егайла в католицизм, он возвращал свободу всем польским христианам. До того примерно 40 лет воевали за Галицию, было много военнопленных. Теперь как бы заключался вечный союз и даже уния между Польшей и Литвой. Поэтому всех поляков освобождали. Бывший жених этой Едвиги получал 200 тысяч в качестве компенсации. Однако Польша и Литва сохраняли отдельные армии, отдельное законодательство, отдельный суд. То есть поляки не могли, допустим, судить граждан Литвы. Они судились по литовским законам. Сохранялась граница, на границе даже брали таможенные сборы. Однако власть была полностью одна, то есть один был король, и там, и там. Крепская уния немножко уточнялась, но примерно на вот этом положении сохранялась до 1569 года. В 1569 году была подписана Люблинская уния, фактически принята Конституция Речи Посполитой. И с 1569 года уже все это преобразовано в конфедеративную республику, которая частично была и монархией. Но об этом поговорим. Вот в 1385 году уже установлена вот эта Конституция. Уже имеется единое польско-литовское государство, оформленное как личное уния. Католическое. Все руководство этого государства сразу было католическое, и католическим всем феоданам предоставлялись дополнительные права и вольности. Это определенную мину сразу подложило под это государство, и проблемы между православными и католиками там будут. Но тем не менее, на протяжении практически 400 лет государство будет довольно устойчивым. Для средних веков это неплохо так. Будет довольно сильным, будет шорох наводить на всех соседей, и к нему буду постоянно возвращаться. Вот она вторая, в общем-то, Русь. Даже это главная Русь. Основные все земли Руси вошли именно в это государство, и основным наследником Киевской Руси, конечно, является Речь Посполитая, а не Московия. Московия там где-то на периферии, под татарами. Московия только претендовала потом все время, что она наследница Киевской Руси, сочиняла различные мифы по этому поводу, но фактам это никак не соответствует.